Добрый день, уважаемые слушатели! Добрый день! В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Собственно, пришло время поговорить о текущей ситуации на финансовых рынках, о событиях внутри российской экономики. В общем, о том, что нас ежедневно, ежечасно, не побоюсь этого слова, ежесекундно волнует. Тема сегодняшнего эфира – российский рынок акций, основные события и прогнозы. Но еще раз повторю, будем мы говорить сегодня о многом, о многом большем. Итак, прежде всего, я представляю своих гостей. В студии «Сухого остатка» сегодня Сергей Хистанов, управляющий директор группы компаний «Алор». Добрый день, Сергей! Здравствуйте! И в студии Константин Комиссаров, начальник аналитического управления «Локобанка». Добрый день, Константин! Здравствуйте! Уважаемые слушатели, у вас есть возможность присоединиться к нашей беседе. Телефон студии, телефон прямого эфира 651099,6, код Москвы 495. Сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Ну и традиционно начнем с того, что рисуем картину маслом. 1505 в Москве. И так что же происходит сейчас, в этот момент, на финансовых рынках? Вчерашнее закрытие американцев в положительной территории. 0,7% прибавили и Dow Jones, и S&P 500. 1639, так я уточню, закрылся S&P. Сегодняшняя европейская сессия в лице, как минимум в Фуции, да, индикатора рынка Великобритании положительная. 0,9% прибавляет индикатор. Наши сегодня торгуются разнонаправленно, но для этого есть причины. Сегодня мы как раз о них и поговорим. Итак, РТС сейчас теряет 0,1%, ММВБ напротив прибавляет 0,8%. Ну и азиатской сессии, да, я пропустил. Nikkei закрылся чуть ниже ватерлинии на 0,1% и столько же прибавил. Shanghai Composite, ну, так можно говорить, разнонаправленно сегодня азиатская сессия торговалась. Значит, смотрим на сырье и на Forex. Brent, нефть марки Brent держится чуть выше 105 долларов за бочку, 105.31 золота, 1376 за унцию. И евро-доллар выше 1,33, сейчас 1,3377 его текущая котировка. Набор голубых фишек в основном положительный. Газпром прибавляет 1,5%, ВТБ 1,3%, Аэрофлот 1,2%, 1,5% в плюсе НЛМК, МТС почти 2%, хуже рынка АвтоВАЗ теряет 0,2% и Уралкалий 0,6%. Ну вот такая, собственно, картина маслом. Еще раз повторю, наверное, ничего особо драматического сейчас не происходит на рынке, как минимум, Российской Федерации. Поэтому начнем мы, наверное, с главного события сегодняшнего, да, макроэкономического или относительного к экономике Российской Федерации в качестве информационного повода. Итак, сегодня министр, глава Минфина Российской Федерации Антон Силуанов во всеуслышивании объявил, да, во всеуслышивании объявил о возможной девальвации рубля. Планируется это, наконец, лето. Вот, ну там, собственно, какие-то нюансы озвучивал он. Ну вот, собственно, с этого мы давайте начнем. Сереж, ты, естественно, читал, да, в ленте новостей все это делают. Если можно поподробнее, ну и твоя оценка. Самая главная мысль и самая важная для рынка не то, что произнес Антон Силуанов, поскольку подразумевалось, что так или иначе без девальвации не обойтись. Но то, что это произнесено с трибуны, открыто и достаточно четко. Потому что обычно, до недавнего времени, руководители такого уровня, как правило, тщательно избегали слова девальвации. Было своеобразное такое табу, чтобы не пугать население. Это страшное слово. Страшное. Но, с другой стороны, специалисты говорили о возможности девальвации достаточно давно, поскольку ситуация, когда обязательства государства растут, высокие и плюс в них заложен рост, доходы в значительной мере формируются в иностранной валюте. Но в этой ситуации простейший способ сбалансировать бюджет, это несколько ослабить рубль. Собственно говоря, вот это настолько простая логическая сентенция, которая, в общем-то, посещала многих достаточно давно, что удивляться нечем. Удивительно скорее то, что идея о девальвации как мере стимуляции экономического роста произнесена на таком уровне. И открыто, да? Открыто, четко, понятно. Ну, смотри, с другой стороны, ты говоришь о некоторой девальвации рубля. Вот это слово «некоторые», ведь какие-то пределы наверняка есть. Если мы вот здесь за эфиром вспоминали 98-й год, ведь там некоторым, наверное, подобные движения. Ну, я как раз первые седые волосы получил во время девальвации 98-го года, поэтому я хорошо и надолго запомнил эти события. И вряд ли когда-нибудь их забуду. Тем не менее, конечно, ждать такого, как в 98-м году, нет ни малейших оснований. Причем главный аргумент, почему большой девальвации там в разы не будет, заключается в следующем. Примерно треть потребительской корзины среднего россиянина — это импорт. Вместе с тем, если посмотреть всю тенденцию управленческих решений в области макроэкономики последних лет, она направлена все-таки на социальную стабильность. Поэтому принять какие-то меры, которые резко понизят жизненный уровень всех россиян, не решится никто. Поэтому, когда говорят некоторые, то подразумевают диапазон 5-10-20 уже с большим вопросом процентов. Сегодня цифра была 1-2 рубля. То есть, если от текущих, мы сейчас смотрим 32, но там 33-34. И в этой студии, Костя, если ты, конечно, помнишь и сам наверняка произносил эти цифры, когда мы какие-то прогнозы традиционные говорили, вот что будет с рублем? Он, скорее всего, будет слабеть. Ну, куда он будет слабеть? Вот в район 33-34, тем более 34 — это максимум 11-го года. Да, на самом деле, такие уровни, они не являются для рынка чем-то удивительным. И я думаю, что психологически рынок к этому готов. Тем более, вы правильно говорите, такие уровни мы видели буквально недавно. Здесь еще интересно отметить, что, судя по той информации, которая была в прессе, обсуждался целый набор факторов, через которые, возможно, каким-то образом стимулировать экономику. Один из них была девальвация. И я всегда придерживался позиции, что это самый простой, самый понятный способ. Он достаточно улучшит жизнь нашим экспортерам, особенно металлургам, нефтяникам, особенно металлургический сектор, который сейчас страдает от ухудшения мировой конъюнктуры. Дело в том, что второе воздействие через снижение ставок недельного репо имеет достаточно большое количество негативных факторов. Ни в ЦБ, у него на сегодняшний день нет четкого механизма контроля трансмиссии денег в экономику. И может эффектом снижения ставок стать еще большее раздувание пирамиды репо на рынке облигаций. Банки нарастят себе позиции, банки увеличат плечи. Это только увеличит нестабильность банковской системы. А девальвация — это убиваешь двух зайцев, по сути дела. Чуть-чуть снижаешь, стимулируешь экономику, смотришь, как что получается, облегчая жизнь нашим крупным экспортерам. Ну и традиционно все-таки неслучайно мы боимся произносить в эфире, и как потребители конечные боимся этого слова изначально. Девальвация все-таки это удар по населению. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Хотя за счет того, что доля импорта не так уж и велика, то есть 30% это существенно, но это не 70%. Вот в этих условиях рост потребительской инфляции, обусловленной девальвации, будет, соответственно, грубо в три раза меньше, чем размер девальвации. Даже при верхней оценке 20%, это сильно завышенная оценка, то 6% — это, конечно, грустно, но от этого все-таки не умирает. Да, но дело в том, что тут нужно еще один нюанс добавить, что существенная доля инфляции, она все же складывается в тарифах естественных монополий, которые точно так же хотят подрезать еще раз. И это очень печальный сигнал владельцам акций энергетических компаний в первую очередь, потому что мы видим, переходя на рыночные какие-то истории, что уже второй раз подрезают директивным образом, вмешиваются в рыночный процесс, и никто не может сейчас дать гарантии, что в третий раз это произойдет, в четвертый и в пятый. Ну и тарифы на газ будут подрезаны. Я так понимаю, тарифы РЖД, то есть здесь такое достаточно комплексное решение. То есть одно будет уравновешено другим. То есть в этом случае мы как бы бить в колокола по поводу инфляции не должны, потому что, что ты говоришь, одно будет уравновешено другим. Кстати, если возвращаться к разговору об импорте, ну действительно, его доля, наверное, не так велика, как, опять-таки, если говорить до кризиса 98-го года. Вот после кризиса 98-го года, и ты опять-таки произнес эту фразу, что в какой-то степени девальвация стала началом нового, да, бурного интенсивного роста 98-го года. Более того, именно девальвация 98-го года возродила некоторые промышленные сектора. В частности, часть пищевой промышленности встала с колен. То есть как раз идея импортозамещения, да, она дала толщок. Отчасти импортозамещение, отчасти, особенно если вспомнить валютный курс до 98-го года, когда рубль был сильно завышен относительно его стоимости. 6 рублей в доллар, да? Ну да. Эти цифры, по-моему. Да. Естественно, при таком курсе импортные товары имели настолько большое преимущество над отечественными, что отечественным просто не оставалось шанса. Но если говорить о рынке, все-таки большинство наших слушателей явно больше интересуются рынком, чем макроэкономикой в целом, то здесь влияние девальвации будет двойственным. В самом начале, в самом начале девальвация, особенно если она будет проведена достаточно энергично, вызовет серьезный обвал рынка. То есть часть участников просто панически будут продавать пакеты по любым суммам, выводить деньги, конвертировать их и так далее. Это исключительно психология, да? Да, это исключительно психология. У кого-то, возможно, там снижение лимитов и так далее. Более того, будет сильная дивергенция между индексами. То есть вот... Рублевый и долларовый, да? Абсолютно верно, да. То есть индексы РТС и, соответственно, фьючерс сильно рухнут просто за счет ослабления рубля, да. А вот ММВБ будет вести себя достаточно... Сережа, я тебя прерву. Кстати, о дивергенции, вот мы сегодня ее уже и наблюдаем, такой краткосрочной. Сейчас новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии. Константин Комиссаров, начальник аналитического управления Локобанка. И Сергей Хистанов, управляющий директор группы компании Allor. Обсуждаем мы текущую ситуацию в российской экономике. И, собственно, переходим к российскому рынку акций. Сережа, я тебя прервал по поводу дивергенции. Да, относительно дивергенции. Естественно, девальвация придет к тому, что рублевые цены будут стагнировать или несколько снижаться. Валютные цены, естественно, рухнут. Это приведет к сильному расхождению индекса. Но, опять-таки, вспоминая динамику рынка после кризиса 98-го года, не 2008-го, а 1998-го года, нужно отметить, что именно девальвация послужила фундаментом стратегического роста российского рынка. Именно после девальвации наши акции в иностранных валютах стали очень дешевы. Не просто дешевы, а очень дешевы. Что спустя некоторое время, когда уже иностранцы убедились, что дальнейшая девальвация, скорее всего, уже закончилась, соответственно, рубль упал до вблизи своего дна, вот тут вот начался подход мощных стратегов, которые заложили основу тренда, который длился 10 лет. Поэтому, если девальвация, дай бог, будет не слишком маленькой, то, с одной стороны, это поможет экономике и разгрузит бюджет, а, с другой стороны, после панической реакции участников, заложит фундамент дальнейшего роста рынка. Поэтому нет худа без добра. Да, согласен. Кость, как ты думаешь, в принципе, можно вот так вот прямо сейчас сравнивать, то, что было в 98-м году, и то, что может быть сейчас. Есть ли у российской экономики запас хода, вот то, о чем сейчас Сережа рассказывал? Ну, я здесь, честно говоря, придерживаюсь чуть более сложного взгляда на эту проблему. Дело в том, что в 98-м году, вот если смотреть на макроэкономику, конечно, в стране были очень сильные преимущества по факторам производства. Дешевый труд, дешевые цены на электроэнергию, дешевые цены на газ. Если посмотреть на сегодняшний день, все эти факторы исчерпаны. Цены на электроэнергию выше, чем в Штатах, в отдельных регионах. Цены на газ выше, чем, либо сопоставимые с американскими. Цена труда достаточно тоже высокая. Соответственно, мы видим просто по многим промышленным предприятиям, что если в 98-м году после девальвации, как коллега правильно говорит, их продукция стала дешевая при худшем качестве, но дешевле, чем западные аналоги, особенно в машиностроительном секторе, то сейчас она дороже, чем на Западе, и она хуже. И дороже по той причине, что советская промышленность строилась под решение масштабных гиперзадач. На Западе технологические процессы шлифовались годами, и эффективность это видно не только по промышленности, это видно и по банковскому сектору, по многим другим секторам. Просто за счет оптимизации, за счет отшлифовки бизнес-процессов она намного выше. Ну и давайте не будем забывать, что в конце 90-х годов, конечно, был глобальный приток интереса к развивающимся странам, и это была одна из таких глобальных фишек, росла не только Россия, росла Бразилия, Китай, т.д. и т.п. Насколько можно сейчас вот все это перенести, хотя, конечно, в какой-то степени мы увидим, что это хороший сигнал для нефтегазового, в первую очередь, сектора и металлургического. Да, Сергей. Ну, хотел бы акцентировать внимание, что вот те факторы, которые абсолютно правильно указаны, прежде всего факторы капитала, да, стоимость труда, ресурсов, в результате девальвации их реальная стоимость снижается, что несколько приближает, конечно, нельзя прямые параллели проводить, к 98-му году. И вот яркий пример, который мне очень хорошо помнится, вот из той эпохи, вот сколько лет прошло, а помню очень живо. У меня там знакомый обладает производством макарон, небольшим производством, и вот я до сих пор помню, как он радовался 98-му году, как он хорошо сказал, говорит, ну и что, что мои макароны слегка серые, немного слипают сюда. Зато, говорит, очень дешевые, народ берет с удовольствием. Вот, поэтому, действительно, некоторые сектора буквально поднялись с колен в результате девальвации, особенно это касается пищевой отрасли, производства мороженого, молочных продуктов и так далее. Хотя здесь определенное, вот, новое веяние, которого не было в 98-м году, это, конечно, вступление России в ВТО. Тогда этого не было, и мы пока еще до конца не знаем, как это повлияет. Ну, пока, кстати, про ВТО, если тоже переходить к рыночным историям, мы видим, что, безусловно, оно очень плохо влияет на пищевой сектор, мы видим, что, несмотря там на все заверения менеджмента, там, скажем, группы компаний Черкизова, цена на свинину упала на 30%, это очень сильно ударило по их прибыльности, особенно вкупе с ростом цен на зерновые. Пока эффект, скорее, негативный. Ну, здесь тоже есть разные, иногда взаимоисключающие моменты. Дело в том, что как раз мясная отрасль у нас наименее конкурентоспособна в сельском хозяйстве. Вот люди, которые бывали за границей, там, в нетуристических местах, наверняка удивлялись, насколько дешевле мясные продукты в Европе, где выше налоги, дороже труд, дороже сырье, а результат получается дешевле. А почему это так? Скорее, все упирается в пресловутую административную ренту. Раз, и отсутствие нормальной, полноценной собственности на землю-два. Вот эта вот ситуация, когда отсутствует полно... Вот до сих пор у нас нормально владеть землей сельхозяйственного значения невозможно. Там существует, слишком долго в данной передаче перечислять, много ограничений. И в результате большинство наших сельхозпроизводителей, кто именно на земле работает, они находятся в ситуации, когда они до конца не уверены, останутся ли они собственниками этой земли через 5 или через 10 лет. Вот в этих условиях масштабно вкладываться в ирригацию, в улучшение плодородия почвы, закупать дорогостоящее, которое долго будет окупаться, оборудование невыгодно. И вот это приводит к тому, что единственная часть нашего сельского хозяйства, которая безоговорочно конкурентоспособна, это производство зерновых, прежде всего, фуражного зерна. Мы значимый игрок на мировом рынке, это говорит о многом. Наши конкуренции с нами, без преувеличения боятся американские, канадские, аргентинские производители, или что, в общем-то, положительно охарактеризует наших производителей фуражного зерна. Так, хорошо. Тогда давайте посмотрим на ближайшие события. И с точки зрения внешних факторов, говорили мы уже об этом и вчера, и на прошлой неделе анонсировали. Сегодня начинается, завтра заканчивается двухнедовое заседание Комитета поставок Федрезерва, соответственно, будет выступать господин Бернанке. Все рыночные игроки, все участники рынков ждут никаких намеков, никаких сигналов на то, что будет ли сворачиваться программа количественных смягчений, не будет ли она сворачиваться, или если будет, то в каком масштабе. С этой точки зрения, Сереж, во-первых, какие ожидания у тебя лично, и что мы можем увидеть с финансовыми? В плане ожиданий очень важный момент, это то, что президент США Барак Обама произнес тоже очень о многом говорящую фразу о том, что господин Бернанке очень долго находится на своем посту. Вот если вспомнить, опять-таки, достаточно недавнюю историю, то чаще всего руководители ФРС находились на своем посту гораздо дольше, чем президенты. Причем гораздо это в разы. Тот же Алан Гринспен, сколько лет он был главой, и чаще всего президенты менялись, а глава ФРС, в общем-то, оставался на месте. Вот этим, кстати, преодолевалось одно из фундаментальных противоречий, заложенный в любую выборную систему с коротким сроком переизбрания, что политический цикл гораздо короче экономического. Вот, как правило, время полномочий главы ФРС сопоставимо с экономическим циклом, и иногда даже больше. И вот эта вот фраза, а учитывая, что, в общем-то, западные политики не склонны делать необдуманных, в общем-то, заявлений, она говорит о многом. Возможно, после этой фразы господин Бернанко посмотрит в сторону более энергичных действий. То есть, если эта фраза будет расценена как намек о скором возможном уходе, то руки у него развязаны, ему не нужно думать о дальнейшем продолжении карьеры в этом качестве, и он может принять, ему гораздо легче принять непопулярное, но нужное решение. Ну, вот в данном контексте, Кость, какое может быть нужное и непопулярное решение? Ну, я думаю, что речь идет о плавном сворачивании программ количественного смягчения. Мы видим, что уже ведутся внутри ФРС достаточно долгие и серьезные дискуссии. Но мне кажется, что здесь важно еще один вопрос отметить, почему, на мой взгляд, ФРС близко к завершению. Я не могу сказать точно, произойдет это сейчас или там произойдет это на следующем заседании. Дело в том, что вот это масштабное вливание ликвидности в экономику, которое там уже существенно даже по отношению к ВВП американскому, оно создает определенные пузыри на финансовых рынках. Деревья не растут до небес. Можно разогнать индекс Доу Джонса, условно говоря, до 17 тысяч, до 20. Что будет дальше? Для американского потребителя любой обвал рынка, чем выше он вырастет, тем сильнее он упадет, более болезненный, чем для российского. Это сразу падение потребительской уверенности, это сразу сокращение каких-то расходов и все, что из этого следует. Мне кажется, вот этот фактор, он сейчас будет все больше и больше значения приобретать, потому что если вы посмотрите на структуру тех компаний, которые растут, то по большому счету, наверное, можно говорить о том, что произошло увеличение мультипликаторов. Макдональдс не удвоил свой бизнес за последние годы. Он торговался на ПИ на И12, стал торговаться ПИ на И25. Все, больше ничего не произошло. И таких историй очень много. Соответственно, на мой взгляд, причина ликвидность. Я думаю, что вот с этой позиции, конечно, ФРС уже нужно рынку давать более четкий сигнал, что программа будет постепенно сворачиваться. Возникает тогда резонное опасение, что ли, резонное предположение. В какой форме? Потому что здесь, с одной стороны, не напугать, чтобы действительно закончилось все обвалом. Скорее всего, сворачивание, если оно будет происходить, будет происходить достаточно плавно. Как раз в этом плане сомневаться не приходится. ФРС меньше всего заинтересовано в каком-то резком обвале. Поэтому просто темпы покупок будут уменьшаться. И происходить это будет достаточно плавно. В пользу же того, что вот именно это непопулярное решение, скорее всего, в обозримом будущем будет принято, есть два аргумента, но, скорее всего, уже после рекомендации. Уже после новостей, да. Хорошо, Сережа. Итак, новости на Финам.ФМ. И потом продолжим наш разговор. Итак, друзья, мы продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Сегодня обсуждаем текущую ситуацию на российском рынке акций, в российской и не только экономике. Напомню, в гостях сегодня в студии Константин Комиссаров, начальник аналитического управления ЛОКО Банка и Сергей Хистанов, управляющий директор группы компаний АЛОР. Для вас, уважаемые слушатели, напоминаю, телефон в студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании финам.ФМ. Ну что ж, мы продолжаем наш разговор с ситуацией, да, с Федрезервом. Сереж, пожалуйста. В отношении тезиса о том, что Федрезерв, скорее всего, так или иначе, начнет сворачивание политики количественного смягчения, говорит два аргумента. Первый аргумент, связанный с тем, что, опять-таки, это не закономерность, а скорее своеобразная народная примета, что большая часть действий Федрезерва обычно предваряется заявлениями второстепенных лиц Федрезервы. То есть, вот, когда нужно подготовить к рынку... Тех, кто еще даже и не голосование не имеет. Да, абсолютно верно. Вот для того, чтобы рынок не пугать, чтобы рынок спокойно мог привыкнуть и заранее подготовиться. Причем это наблюдается уже несколько десятилетий. Вот те, кто следят за заявлениями Федрезерва, это происходит несколько десятилетий. Прежде чем что-то скажет глава, аналогичная по смыслу, иногда в более мягких выражениях, высказывания происходят со стороны какого-то второстепенного чиновника. И вот если посмотреть, уже, наверное, в течение нескольких месяцев... С апреля-с мая, по-моему. Да, второстепенные чиновники Федрезерва начинают высказываться во все более сильных выражениях о том, что надо бы свернуть политику количественного смягчения, что надуваются пузыри, что накапливаются риски, что это отрицательно влияет на величину госдолга и так далее. И, в общем-то, соотнесение вот этих заявлений с окружающей действительностью наводит на мысль, что, скорее всего, рынок постепенно готовит к тому, что Федрезерв все-таки свернет вот эту программу. И в этом смысле можно говорить, Кость, что и даже текущая ситуация, ну, вот, статистика, да, макроэкономические показатели, они уже никакого влияния так существенно не оказывают. Если уж готовятся к сворачиванию, значит, будут сворачивать. Независимо от того, что там будет безработица и что там будет. Я думаю, что они себе оставят возможность маневра и, скорее всего, будут достаточно плавные обтекаемые формулировки, смысл которых будет заключаться в том, что мы, допустим, треть убираем, смотрим, что происходит. Если видим улучшение дальнейшее, убираем еще треть, если там, ну, вот, что-то будет. Навряд ли, когда идет такой масштабный кризис, который, сопоставимый кризис, все руководители ФРС, несмотря на их почтенный возраст, могут знать только из книжек либо от своих родителей. Соответственно, навряд ли кто-то на себя будет принимать какое-то вот такое однозначное решение, такого супергуру провиться, я знаю, что все закончилось. Будет как-то все очень обтекаемо. Но это скорее, если к рыночным вещам подходить, наверное, это такой плохой сигнал для облигаций, особенно длинных облигаций, потому что здесь могут возникнуть такие движения вверх базового актива, трежери по доходности. Соответственно, это поведет за собой переоценку всех остальных инструментов, которые в той либо иной степени с фиксированной доходностью привязаны к этому. С точки зрения рынка акций тут немножко уже сложнее сказать. Кстати, второй аргумент в пользу того, что скорее всего все-таки решение о сворачивании политики количественного смягчения будет принято в обозримом будущем, это все нарастающая дивергенция опять-таки между стоимостью реальных активов, допустим, металлы, нефть, любой актив, который имеет реальное выражение, и активами бумажными, допустим, акциями. Потому что американские акции, если посмотреть на них с высоты птичьего полета, находятся не очень далеко от исторических максимумов, в то же время стоимость нефти, золота, промышленных металлов находится в диапазоне от половины до трети их максимумов 2008 года, что говорит о том, что потенциал роста экономики за счет вливания ликвидности в значительной мере исчерпан. И если продолжать вливать ликвидность в такой ситуации, ну что, просто раздуются пузыри и все. А как было правильно отмечено Константином, поскольку в той же Америке стоимость бумажных активов влияет, в числе прочего, на пенсионные планы, никому не нужен сплес социальной напряженности на этом фронте. Вот с учетом этой аргументации, скорее всего, все-таки это решение. Кстати, мы тоже сравнивали возможность резкого падения, не обесценивая рынка акций американского, рынка акций российского. Вот в Америке действительно на рядовые домохозяйства это сильно очень влияет, а в России гораздо меньше. Здесь опять я хотел вспомнить твою фразу «нет худа без добра». У нас и опять-таки если вот на горизонте месячного графика посмотреть на рынок, месячного значения там соответственно один месяц это одно деление графика. Да, да. то хорошо или плохо, но наш рынок находится гораздо ниже, чем находится рынок американский. Соответственно в случае, если по чечайнии Федрезерв резко снизит вливание ликвидности, потенциал падения американского рынка в разы больше, чем потенциал падения российского. Хорошо. Значит, заговорили мы о реальных активах. Вот в частности, если не заражаете, давайте обсудим текущую ситуацию на сырьевых рынках. Вот бренд в частности, нефть марки бренд держится выше 100 долларов, устойчиво достаточно, да, 106, немножко корректировалось. С чем это связано, да, с какими-то, ну, неэкономическими факторами наверняка. Из неэкономических факторов самый важный это ситуация в Сирии, а с недавних пор и в Турции. Дело в том, что экономика Турции гораздо больше экономики Сирии и многих других арабских стран. Вот, эта страна геополитически занимает довольно интересное положение, если прочь, она граничит с Евросоюзом, чего нет у других арабских стран. И вот эта вот ситуация нарастания напряженности естественно поддерживает нефтяные котировки. Потому что, если посмотреть с позиции спроса и предложения, то понятно, что спрос так или иначе стагнирует, что предложение достаточно велико и каких-то особых причин для поддержания высоких нефтяных цен с точки зрения игнорирования политических рисков нет. Но ситуация в Сирии остается взрывоопасной. Соответственно, ситуация с Ираном, несмотря на прошедшие выборы и на приход к власти достаточно реформистки настроенного президента, все равно остается достаточно взрывоопасной. В Турции ситуация на грани. Причем особенность турецкой политической ситуации в настоящий момент достаточно уникальна. с одной стороны действующий руководитель Турции как бы проводит репрессивную политику под лозунгом восстановления конституционного порядка, с другой стороны вся его предыдущая политика направлена на в какой-то мере исламизацию страны. А демонстранты, которые с одной стороны как бы дестабилизируют ситуацию, выступают под лозунгами ататюрка, то есть светского развития страны, что очень сильно осложняет для западных лидеров даже реакцию выработать подход реакции на вот эту вот проблему. То есть традиционно сейчас западные лидеры на стороне повстанцев на стороне несогласных с текущим режимом. А здесь они как-то вроде бы... Да, но при этом формально власть права. Вот это создает определенную даже юридическую коллизию с точки зрения влияния Запада. Но есть такая циничная, но верная поговорка кому война, кому мать родная. Для нефтяных экспортеров вот этот рост напряженности естественно положительный. Костя, если возвращаться к Сирии, недавно встречались господин Обама и господин Путин, что они обсуждали? Мы слышали, читали или видели по телевидению. Ситуация обостряется все-таки, Россия остается в одиночестве, не согласная с тем, что озвучивает собственно коалиции западные. Как ты считаешь? Вы знаете, я бы может быть, я не вижу честно говоря смысла вводить дискуссию в эту плоскость, потому что это плоскость такой большой политики. Мы не знаем, не понимаем там все подводные камни и вы знаете, политика штука циничная, не делается в белых перчатках, поэтому смотреть на нее с точки зрения там хорошо, плохо, белое, черное, там огромное количество серых оттенков немножко не наша тема. Ну, опять-таки, нам интересно прежде всего то те события и политические какие-то, если ты знаешь, которые окажут в реактивировки. С точки зрения рынка вот эта вот напряженность однозначно поддержит нефтенные котировки. В этом нет сомнений, там хорошо ли, плохо ли и как будут развиваться события это сложный вопрос, но в любом случае чем выше напряженность в арабском мире, тем выше нефтяные котировки. Хорошо, бог с ними, давайте вернемся на российскую действительность, на российский рынок акций, ну и если не возражаете, поговорим о каких-то идеях на нем, есть ли они сейчас летние месяца, летняя традиционная низкая активность, ну вот собственно сегодня подбросили нам некую идейку глава Минфина, ну и ожидание завтра, что взлетание Федрезерва тоже может каким-то образом сказаться на движениях. Помимо этого, Кость, как ты думаешь, есть что-то еще интересное? Я, честно говоря, в целом пока смотрю достаточно пессимистично на рынок, вот если брать его как индекс, я считаю, что до тех пор, пока индекс не будет находиться ниже уровня 1200 по РТС, на нем не возникает какого-то вэлью, мы видим, что все это колебание вокруг 1500, оно длится уже третий год, по большому счету рынок никуда не двигается, опять-таки с точки зрения спекулянта могу сказать, что самые интересные возможности они возникают только в момент паник села какого-то, пока этого не происходит. Соответственно, ну да, какие-то там происходят колебания, индекс растет, отскакивает, последнее время падает, сейчас скорректировался два дня, но в целом я считаю, что пока нету пробития ключевых уровней, в целом пока все достаточно печально. Согласен с Константином в плане стратегической оценки, рынок давно находится в широком диапазоне 1200-1600 по РТСу и до тех пор, пока он не выйдет ни вниз, что гораздо более вероятно, ни вверх, что крайне маловероятно, нельзя исключить, действительно, вот таких глобальных идей не возникает. Но разница 1200-1600 достаточно большая, поэтому для тех, кто тяготеет к достаточно маленькому временному масштабу, это время формализованных, будь то алгоритмизованных, будь то не алгоритмизованных, но торговых систем. И до тех пор, пока рынок не упадет ниже 1200 или не вырастет выше 1600, это будет царство алгоритмистов. В данном случае это царство рассматривается как торговля в диапазоне? Абсолютно верно, это торговля в диапазоне во всех ее проявлениях. Вне зависимости от выбранного временного масштаба, макроэкономически до выхода из этого широкого диапазона идей не возникает. Но это не значит, что на рынке нельзя торговать. Просто нужно применять те торговые системы, которые базируются не на фундаментальном анализе, а на анализе техническом. Соответственно, это и механические торговые системы, роботы, все, что с этим связано. Я понял. Я понял. Хорошо. Если взгляд в целом, а если все-таки, ну если не точечно, то более детально, допустим, по отраслям можно какие-то идеи предложить, ну или как минимум, так сказать, выборку сделать? Я бы выступил с двумя скорее антиидеями. Так, уже хорошо. Антиидеями, да. Что не надо трогать, да? Что я бы не трогал. Я бы не трогал электроэнергетику из-за очень яркого противоречия. То есть, с одной стороны, многократно, уже не один раз, кстати, меняются правила игры, причем меняются правила игры в сторону нарушения тех обещаний, которые были выданы энергетикам в момент начала пресловутой реформы РАО-ЕС. Я очень хорошо это помню. Обещал один темп повышения тарифов, соответственно, ради помощи остальной экономики, в общем-то, цель благая, но для инвесторов в энергетические компании это сильный удар по их инвестициям. При этом вероятность дальнейшего изменения правил игры достаточно большая, что практически ставит крест на предсказуемость денежных потоков, как следствие на предсказуемости возврата инвестиций, на предсказуемости мультипликаторов для тех, кто, соответственно, пользуется этим типом анализа. Поэтому энергетиков в ближайшее время точно лучше не трогать. И вторая идея тогда уже после новостей. Новости. Итак, дорогие слушатели, продолжаем. Точнее, осталось 12 минуточек у нас. Заканчиваем уже потихонечку. Сухой остаток. Напоминаю, мы обсуждаем сегодня текущую ситуацию на российском рынке акций, ну и в мировой, и в российской экономике в том числе. И осталось у нас поговорить об идеях. Вот Сергей предлагает антиидеи. Первая это электроэнергетика. Вторая это телекоммуникации. Телекоммуникации. Золотой век для российских телекоммуникационных компаний закончился примерно в 2004, 2005, 2006 года. До этого момента лицензирование во многих отраслях было очень мягким. У меня несколько знакомых работали в этом секторе. И для того, чтобы предоставлять допустим услугу IP-телефонии, которая в те годы бурно развивалась, достаточно было получать лицензию на телематику, которая стоила копейки и получалась очень легко. Потом в несколько ступеней ужесточили регулирование и в результате этот рынок принял его современное состояние. Когда по большому счету осталось три больших игрока в розничном сегменте, несколько игроков магистрального доступа. И в принципе для людей, которые смотрят стратегически на эту отрасль, очень знаковым событием было решение Теледва об уходе из России, о продаже своего бизнеса. Он очень бурно развивался в регионах. В силу определенных причин Теледва не смогла зайти в Москву. Кстати, в тех регионах, где она присутствовала, она пользовалась заметной популярностью из-за того, что достаточно агрессивную тарифную политику проводила при, в общем-то, достаточно хорошем качестве услуг. И вот тот факт, что этот холдинг с мировой историей, именем и большой долей на своем домашнем рынке принял такое решение, говорит о том, что в принципе дальнейшее развитие этой отрасли не будет сопровождаться значительным ростом показателей этой отрасли. Что отрасль вступила в ее зрелую фазу, когда рынок поделен, изменение доли на рынке минимально. Соответственно, это сильно снижает потенциал роста и, в общем-то, приводит сектор в такую сторону, когда для большинства спекулянтов особых идей, ну, за исключением каких-то идей на мелких временных масштабов, просто не будет. Поэтому мне кажется, что вот эти вот две отрасли целесообразно в ближайшее время из плотного такого предметного изучения именно в плане инвестиционных идей пока исключить. То есть это некий антиидей, да? Хорошо. Кость, добавишь что-то? Ну, по энергетике я полностью согласен, здесь действительно все так оно и есть. По связи здесь ситуация, на мой взгляд, чуть-чуть сложнее обстоит. Опять-таки, со стратегической оценкой я абсолютно полностью сто процентов согласен. Мы это видим по файнэншелам, что компании по сути дела не растут. В лучшем случае это рост на уровне там пяти процентов в год. Единственное, здесь возникает такой аспект растущих историй в России как таковых можно пересчитать по пальцам. И все они стоят очень дорого, оцениваются очень. Что инвестору делать в этой ситуации? Пытаться ловить какие-то маленькие колебания на Газпромах, Лукойлах и прочих ликвидных бумагах, но с большим объемом портфеля это сделать тяжело. Что дает телекоммуникации? Они дают хорошую дивидендную доходность. Если вы держите МТС и входите не на локальных хаях, а куда-то ближе к низу коридора, вы получаете восьмую, девятую дивидендную доходность, по сути дела гарантированную, потому что МТС обязался выплачивать не меньше 40 миллиардов рублей в виде дивиденда в год, это 19.2 на акцию приблизительно дивиденда, либо вторая величина там 75% от свободных денежных потоков, и вы получаете возможность еще какой-то ценового роста. И мы видим, что подобного плана активы в мире с стабильным кэшфлоу, телекомы, какие-то индустрии спортовые, они в целом пользуются хорошим спросом. Да, если посмотреть, как ведут себя аналоги, Deutsche, Telekom, Vodafone и прочее, они 20 лет стоят на одном уровне, но внутри этого уровня есть колебания, и покупка ближе к низу, оно дает дивиденд, плюс вот эта ценовая вещь. Поэтому, мне кажется, это достаточно интересная история, но ее нужно очень правильно отрабатывать. Как минимум, найти корректную точку входа, вот то, что ты говорил, нижней границы, ну и потом все-таки это долгосрочная история, если мы поняли дивиденды. Ну вот ситуация достаточно типична, чем более зрел рынок, чем меньше потенциала роста для акций, тем лучше, и самое главное стабильнее, как правило, дивидендная доходность. Поэтому, действительно, для применения дивидендной стратегии, телекомы, в общем-то, не самый плохой вариант. Но, опять-таки, как правильно сказал Константин, важно смотреть на около какой границы диапазона акций находится. Хорошо. И осталось немножко времени. Если не возражаете, давайте коснемся, может быть, наших соседей. Я имею в виду Европу или о Китае поговорим. В том плане, что, ну, с одной стороны, Китай, как известно, на него мы пристально смотрим. Сегодня вспоминали мы и металлургов тех же самых. Пристально смотрим, как он себя чувствует. Здесь ситуация, к сожалению, достаточно минорная. Причем минорная и в Европе, и в Китае. В Китае продолжается снижение ликвидности в финансовой системе. Оно пока плановое, пока не выходит там за какие-то опасные границы. Но, тем не менее, буквально несколько дней назад была информация о том, что некоторые китайские банки испытали трудности с привлечением краткосрочной ликвидности. Эти трудности были оперативно решены с помощью Центрального банка, но это определенный звоночек. Китай провозгласил и проводит политику планового охлаждения экономики. Об этом говорит высшее руководство Китая. И это, естественно, не самый положительный фактор для тех экспортеров, которые ориентированы на экспорт в Китае. Европа продолжает замедляться. Причем, если смотреть по показателям бумажным, то там вроде бы все хорошо. падение единицы или доля процентов. А если показать на вещественный показатель, допустим, совсем недавно опубликованы продажи автомобилей в Европе, то они демонстрируют падение на единицы процентов, что достаточно много, во-первых, в абсолютных цифрах, во-вторых, это заведомо больше, чем статистическая погрешность. Это говорит о том, что пока до восстановления европейской экономики достаточно далеко. Говоря о Европе, близко выборы в Германии, на этом фоне будет что-то происходить? Интрига немецких выборов заключается в следующем. Если посмотреть на то, что происходит в развитых странах на выборах, может быть, кроме Америки, Америка особняком стоит, опять-таки, из-за того, что там выборная система довольно непростая и непрямая, что, как правило, правящая партия на выборах терпит крах и к власти приходят оппозиции. Чаще всего это оппозиция не лучше. Как правило, это за последний какой-то, да? Ну, вот, фактически, с 2008 года почти любые выборы приводили к смене правящей партии. Происходит это не потому, что одна партия сильно лучше другой, потому что неспециалисты иногда затрудняются различить их программы. Вот, если убрать эти фирменные, брендированные партийные значки и знамена, то... Примерно одно и то же без зереписи. Ну, зрелая демократия, она к этому приводит. Тем не менее, что избиратель в массе своей недоволен положением дел в экономике. И свое недовольство трансформирует в виде, в общем-то, черных шаров по адресу правящей партии. В отношении Германии степень интриги, градус интриги высокий еще и потому, что партия Меркель, на мой взгляд, к сожалению, проиграла выборы в такой ключевой федеральной земле, как Северный Рейн-Вестфаля. Вот, в Америке есть показательный штат Нью-Гемпшир, он, в общем-то, небольшой, но есть такая народная примета, которая почти никогда не ошибается. Кто победил в Нью-Гемпшире, тот становится президентом США. Вот, точно так же есть приметы в отношении Германии. Это Северный Рейн-Вестфаля. Если в Северном Рейн-Вестфаля партия побеждает, то с большую вероятностью представители этой партии становятся канцелями. Сережа, а любопытно, это вот эта вот статистика, да, вот этот твой пример, это на уровне метафизики или есть какие-то более объективные предпосылки? Не знаю, трудно подвести научную базу, единственное, что здесь подкрепляет эти рассуждения, это банальная статистика. Как сказал один папа римский, я не знаю, почему у кошки растет хвост сзади, я только констатирую факты. Хорошо. Кстати, извиняюсь, а что является показательной в России? Фактистикой, да. Победа Единой России где? В каком регионе? В каком регионе? В Чеченской Республике. Процитировать старую шутку выборы президента России Владимира Владимировича Путина. Такая старая шутка, да. Тем не менее, в плане рынков довольно серьезная вещь, выборный процесс в Европе. То есть, ожидание выбора, да. Чаще всего приводит к власти популистов либо партии, которые близки к популистской риторике. И, учитывая то, что Германия это локомотив европейской экономики, и именно помощь Германии удержала на плаву многие проблемные страны Европы, если к власти придет коалиция, которая не разделяет эти взгляды, а там велика вероятность победы коалиции зеленых, причем европейские зеленые это что-то, да. Это не те зеленые, как мы себе их представляем, да, и социалистически ориентированных партий. Это грозит просто блокированием инициатив по помощи проблемным странам, что может запустить такие процессы, что даже трудно себе представить, чем они могут закончиться. Ожидание, да, в свое время выхода Греции из еврозоны, это уже покажутся. Это цветочки покажутся. Это покажутся цветочки. И, конечно, для России, для российского рынка было бы гораздо лучше, если бы все-таки госпожа Меркель победила на этих выборах. То есть, какие ожидания у тебя в отношении выборов в Германии? Ну, в целом, я думаю, что все достаточно корректно описано. Я даже не знаю, здесь что можно добавить. Хорошо. Хорошо. И, значит, последнее, что мы сегодня еще с вами успеем обсудить, вот, как минимум, в ленте новостей я читаю, что Газпром в 13-14 годах планирует построить на Чидинском месторождении в Якутии 18 ответственных важен. Ну, и сейчас, собственно, в связи со Штокманом принимаются решения в Газпроме. Это может каким-то образом отразиться на текущих котировках? Только негативным. Только негативным. Хотя вот сегодня и вчера, по-моему, да, и вчера тоже Газпром так спекулятивно отскакивает, спекулятивно. Не надо смотреть, увязывая реакцию сегодняшнего дня с такими решениями. Мы видим, что, к сожалению, Газпром, конечно, это история разочарования. И эту историю создал себе сама эта компания. Необдуманная инвестиционная политика, проигрыш на всех ключевых рынках, концептуальный. вот это важно. Не потери там пару процентов европейского рынка, а именно стратегические просчеты по очень-очень многим направлениям. Тем не менее, на второй чаше весов оценки Газпрома это все-таки огромные разведанные и доказанные запасы. это достаточно стабильная политическая ситуация в нашей стране. Поэтому, хотя, то, что сказал Константин, безусловно, справедливо, вот эти вот аргументы в виде запасов стабильности существующих долгосрочных контрактов, за которые критикуют, тем не менее, определенную интригу в плане привлекательности Газпрома нам оставляют. Спасибо огромное, уважаемые гости, уважаемые слушатели, не успею я уже представить. Спасибо за внимание, всего хорошего, успехов на рынке.